Всемирный конгресс русской прессы – традиционная профессиональная встреча главных редакторов, издателей и ведущих журналистов средств массовой информации зарубежья. Форум проводится регулярно, каждый год в разных странах мира. С 19 по 23 июня представительный симпозиум принимала Беларусь. В этом году журналистская конференция объединила более 200 представителей русских диаспор, примерно 60 стран. Организаторами 15 по счету конгресса выступили Всемирная ассоциация русской прессы и Белорусское телеграфное агентство. За 15 лет наша Всемирная ассоциация существует, а на нашей Всемирной ассоциации русской прессы мы сознательно делаем ее незорганизованной, у нас нет такого жесткого устава, каких-то специальных членских взносов. Это скорее сообщество, добрый клуб людей, объединенных только одним. Мы все профессиональные журналисты, работающие на русском языке всех странах, где живем. По разным причинам люди оказались в разных странах. Здесь у нас есть люди, работающие, издающие газету в Сеуле, в Южной Корее, в Австралии, в Аргентине, в странах ближнего зарубежья. И эти люди же встречаются много лет, кто-то к нам добавляется в нашу семью. Внутри ассоциации, конечно, сформировано большое количество каких-то связей, двухсторонних, многосторонних, какие-то проекты. Мы даже не занимаемся каким-то особым контролем этих проектов. Мы как раз и созданы для того, чтобы эти связи двухсторонние и многосторонние создавались и развивались в достаточно автономном режиме. Почему в Беларуси? Ну, это понятно, потому что это ассоциация русской прессы. Разумеется, русская в данном случае не имеет этнического окраски этого слова. Это имеется в виду, конечно, ассоциации, которые объединяют в себе средства массовой информации со всего мира, там более чем 80 стран, которые издаются, вещают на русском языке. Ну, Беларусь далеко не последняя страна в том, что мы называем русским миром, поэтому логично, что мы в этот раз здесь. В 2013 году на представительном форуме русской прессы его участники обсуждали вопросы развития единого русскоязычного информационного медиапространства в мире. Также на секциях Конгресса дискутировали о проблемах и перспективах русского языка за рубежом. Кроме того, издатели, редакторы, ведущие журналисты русскоязычных СМИ подвели итоги своей деятельности за прошедший год, поделились своими планами, мнениями и оценками, а также попытались найти ответы на волнующие их вопросы. Если выпадет мне возможность задать вопрос, я спрошу по поводу отношений. Есть политический вопрос, связанный с отношением с Белоруссией, с Польшей, Белоруссией с Литвой, потому что, скажем, Польша, Литва – это Евросоюз. Как Белоруссия в целом, как страна и как регион Брестская область, как она устраивает отношения с соседями, с Евросоюзом, находясь между, скажем, Россией, между бывшим Советским Союзом и Европой. А второй момент, меня лично вопрос интересует, как ситуация с болотами, например, как по лесу, как там что, что происходит за последние десятилетия Белоруссии. Открытие конгресса прошло в Минске, затем представители СМИ посетили Несвишебрестскую крепость, где в ночь на 22 июня присоединились к памятным мероприятиям, посвященным началу Великой Отечественной войны. Также участники форума побывали в национальном парке «Беловерская пуща», где им провели расширенную экскурсию и показали те достопримечательности, о которых журналисты знали лишь понаслышке. Пообщаться между собой, обсудить значимые вопросы, времени участников было достаточно. Я знаю Белоруссии немало, да, лично для меня интересно, как именно живет народ здесь, как он себя чувствует и какие изменения произошли за последние годы. Ну, скажем, если говорить лично обо мне, я давно не была в Белоруссии. И я приехала и приятно поражена. Я, конечно, наслышана о том, что здесь чисто, красиво, спокойно, но я поражена больше всего тем, что здесь спокойные люди, что здесь такая спокойная достаточно атмосфера и приятно находиться. Что вот в Минске, что мы сейчас были в Бресте, к сожалению, времени очень много, но мы успели погулять с ним немножко, посмотреть на то, что уже построено, как преобразился Минск, и пообщаться с людьми, но слово местные жители мне не очень нравится, пообщаться с людьми, которые здесь живут непосредственно. Мы поняли, что здесь людям хорошо. И как бы то, что мы видим по телевизору, это немножко вот мы здесь увидели, немножко другую сторону того, что мы обычно слышим по телевидению. То есть это, ну, это радует, честно скажу, потому что когда одна сторона, и ты видишь вторую, ну, здесь абсолютно откровенно, вот мы общались с людьми в возрасте, и, ну, потом мы увидели сегодня в Брестской крепости ночью отношение к ветеранам, которого у нас, например, в стране, к сожалению, сегодня нет, а мы выросли на этом, и нас, конечно, не может это не радовать, потому что когда к пожилым людям вот такое отношение, как здесь, я говорю, это достойно самого высшего уважения и к вашему народу, и к вашему руководству страны, потому что, я говорю, к сожалению, мы этого у себя дома не ощущаем сегодня. За 15 лет Всемирный конгресс русской прессы собирался во многих столицах ведущих стран Европы. Предполагается, что следующий форум состоится в 2014 году в Китае.